Сегодня я решила сделать омоложение своих орхидей. Эту орхидею я омоложу от посюдового, я буду обрезать, потому что уже ствол, он уже идет в глубину, но довольно-таки корни там неплохие, но он идет уже в глубину и уже над верхом, видите, вот уже влазят корешочки, цветонос уже дальше и уже слишком длинная шея, ну высокий такой уже стал, хотя листья у него большие, вот такой вот у него цветочек, очень желтенький, серединка у него беленькая и малиновая губа. И вот эту орхидею, орхидея моей подруги, которая тоже очень давно не цвела, и корешочек у него, стволик у него уже уходит глубоко в поддон, там корешки вот хорошие, но не цветет уже года два. И я ее перед началом зимы забрала к себе, потому что у нее не было ничего и ну как бы я боялась, что она у нее пропадет, поэтому я говорю, давай мне ее пока на адаптацию. и как она у меня появилась, через недельки две-три она стала идти в рост, появился листик новый и вот выпустила на корешки. Очень много я активно выпустила корешки. Здесь вот какой-то есть зачаток цветоноса, но я его не буду дожидаться, потому что здесь уже вот отсушила на один листик, потому что корешочки выходили. И я удалю этих два листочка, чтобы посадить орхидею. Но перед этим, как я уже делаю, я обрежу ее и буду, посажу на адаптацию. Ну здесь видно хорошо растущие корешки и ее можно было бы до следующего дня просушить и посадить в грунт уже в крупную кору. Может быть я так и сделаю, кору, поищу кору под снегом свою, потому что я, ну как-то так получилось, что оставила ее на улице. Вот. И может посажу, потому что здесь активный рост корешков. А эту, ну в принципе эту можно посадить, так удалить этот вот листик, потому что там внизу тоже под этим листиком растет уже корешочек. Ну пробивается через лист, но туховато ему, тем более он, ну питание все понятно получает, но чтобы посадить ее красиво уже в грунт без вот этих вот листьев, потому что она все равно отсушит. Может быть я удалю, а может быть и не стану. Посмотрю еще. Вот. К сожалению, не знаю, потеряла свой секатор, не знаю где дело, поэтому обрежу ее ножницами, обработала я их перед употреблением в антисептик. Вот. И буду обрабатывать потом я корневином опрыскивать. Через три дня просто водой, а потом еще через три дня у меня есть такой стимулятор цветения и роста для орхидеи. Вот такой вот мне, когда мы обменивались орхидеями, девушка вместе с орхидейкой прислала такой стимулятор цветения. Вот. Он стимулирует и закладывает закладку цветоноса и роста орхидей, улучшает приживаемость при пересадке и повышает устойчивость к болезням и вредителям. И обеспечивает яркое и продолжительное цветение. Сделан на природных основах стимулятор, получен был из хвой сибирских пихт и обладает ростостимулирующим фунгицидным действием и антистрессовым свойством активности. Так, здесь что идет две ампулки. Вот ампулка разводится на 3 литра. Ампулки такие интересные сейчас стали делать в таких вот пластиковых пакетиках с жидким растворчиком. Ну, эти растворчики я развела на полтора литра. Вот он уже готовый растворчик разведенный. Я развела его на полтора литра, потому что здесь описано, что ее нужно замачивать на 15-20 минут, так как купается орхидея обычно. Но я этого делать не буду. Я буду через три дня буду опрыскивать корневина, потом еще через три дня буду опрыскивать с водой, а потом уже через три дня я буду опрыскивать стимулятором роста цветения для орхидеи. Вот поэтому вот приступим мы обрезки цветеносов. Я уже не буду показывать, как я буду обрезать, потому что... Так, я уже покажу, как я уже готовый обрезаю и обработаю стволики нашей зеленкой. Вот таким вот зеленкой. Так, приступим. Кстати, достаю крышечки с дна этой орхидейки. И посмотрите, корни у нее внизу шикарная. Несмотря на то, что она у меня росла в ракушках, и некоторые мне писали, что в ракушках орхидеи не будут расти, что они будут очень плохо там расти. Но, тем не менее, эта орхидея очень чувствовала себя хорошо в ракушках, или в ракушках. Наверное, правильно сказать, в ракушках. И листья выпускает, и цветоносы выпускает. И шикарные. И корневая система довольно-таки шикарная. Сейчас я их потиху освобожу. Корешочки все, которые отрезались. Кстати, если вы задумаетесь отрезать, не намучилась я с ножницами. И взяла уже такой вот канцелярский нож. И им намучилась. Помог мне нож пилочкой отпилить эту орхидею. Потому что, если вы уже соберетесь, то ищите секатор. А то намучаетесь его отрезать этот нос. Вот, видите, обрезала я и все поврежденные корешки, и срез я обработала зеленкой. Видите, какие шикарные корни. Такая шикарная корневая осталась у нее после обрезки. Конечно, я все пенечек весь запихнула обратно в горшочек. Надеюсь, я получить детки. С этой орхидеи. Тем более, орхидейка очень красивая. Имеет лимонный цвет. Вот одна у меня одна такая. Если будет две, то будет это хорошо. Вот. И я уже получала детки при помощи омоложения. Поэтому надеюсь, что и эта орхидея у меня даст деток. И мы будем еще иметь такую орхидейку у себя в коллекции. До грунта я ее посадила в такой короб, потому что это единственный, во что она влезла. И нужно придумать ей новое место жительства. Вот. Орхидеи у нас эпифитные, поэтому, в принципе, они не нуждаются в каком-то любом грунте. Они сами живут на деревьях и облетают своими корнями кору. И получают все питательные элементы. Но и получают из воздуха то, что им надо. Поэтому, в принципе, она может расти и без коры. Но мы и посадим ее в коры. Но немножко после адаптации, немножко после того, как она слегка подсушит свои ранки. И после недельной обработки корневином и стимулятором роста. Итак, еще одну орхидейку мы обрезали, омолодили. И пенечек мы оставим на детке. Насколько я помню, это тоже очень красивый расцвет орхидеи. Я не помню точно уже, но так. Но то, что детке даст, так все останется мне. А эту орхидеечку мы поставим на адаптацию. У нее тоже, видите, только довольно-таки неплохих корешков осталось. Два листа я удалю, вот этих с нижних. И посажу ее более ровнее в горшок. Новый, который я приобрету, потому что в этой орхидеи будет торчать детка. Потому что если она вот так вот отделилась, и горшок кора и все остальное осталось целым и нетронутым, то намного вероятнее того, что она даст орхидеек деток больше, чем распотрошенные такие вот корни, которые опять посажены. Потому что некоторые у меня распотрошенные такие вот корни, и опять все посажены в кору, много засохло. А те, которые более-менее остались как можно меньше тронутыми, все дали деток. Поэтому мне кажется, что она даст деток впервые, потому что она не была распотрошена. Но у нее корней воздушных было намного больше. Повредился только один корешочек, который был молодорастущий. Но он уже ближе к горшку был, ближе к этому основанию. Но ничего страшного, мы поставим ее в баночку. Тем более здесь поместится в баночку корешочки, так как они все молоденькие, маленькие. Меньше, около 5 сантиметров. Только вот этот один сантиметров, наверное, 13. И вот этот сантиметров, наверное, 20. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. И потом мы ее посадим и отдадим. Кстати, еще какие-то горбинки. Может быть, какой-то вредитель был, почему он не так долго издавал цветение, и кто-то нас двигал красоты-просто. Вот это я не знаю, потому что я ее отредить никак не обрабатывала. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.